Среди земного шара, левее безымянного бугра, Горели неправдоподобно жарко четыре чёрных танковых костра. Читай, чтобы помнить, новый всероссийский проект появился к 70-летию Великой Победы. Он объединил тысячи людей по всей стране. Онлайн-чтение провели в 76 субъектах России. Стихи военных лет за одним столом собрали школьников, представителей власти и ветеранов Великой Отечественной. Эти люди не только выстояли, но и победили, сломав хребет этому ненасытному фашизму. Сегодня очень важно, что среди нас и молодое поколение. Им дальше жить, творить, созидать. В Липецке стихи на всю страну о Великой Победе и огненных 40-х читали самые достойные школьники региона. Это преимущественно победители литературных олимпиад и конкурсов юных чтецов. Я родом не из детства, не звали. Прости меня, в том нет моей вины. Эстафету от любителей поэзии принял и глава Липецка Михаил Гулевский. Он озвучил отрывок произведения одного из липецких поэтов под названием «Встреча». Мать глядит во все глаза, радуясь их встрече. Что еще могу сказать? Да, пожалуй, нечего. Надо ведь не только мне, чтобы на всей планете не забыли о войне ни отцы, ни дети. После поэтического застолья перешли к чаю уже без веб-камер. Ветераны войны рассказывали молодому поколению свои истории военных лет. Организаторы обещали сделать такие чтения в преддверии 9 мая традиционными. Дмитрий Курмаков, Роман Авраменко, Липецкое время.